Восемь утра, 16-ая фонтана. Мы начинаем рабочее совещание, рабочий обход побережья нашего прекрасного города и подготовку к новому курортному сезону. Цель и задача, которые мы ставим перед собой, уже сегодня начать подготовку, посмотреть с тем, что у нас творится на пляже и постараться сделать все возможное, что те аренды долгосрочные, которые были, где можно их отменить, это нам позволит правовая база наша или подходы наши в юридической плоскости, где не можем применять все возможные способы и методы. Задача такая, освободить пляжи от этого холомеса, от этих застроек и так далее. И начали мы с января месяц. Я думаю, это абсолютно правильно, потому что мы должны успеть к курортному сезону и быть готовыми принять туристов и обеспечить комфортный отдых Одессин. Так, давайте сразу начнем отсюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КП «Побережье», инженерная защита, коммунальная собственность, все обходим. После этого будет совещание в кабинете. Совещание, на котором мы принимаем решения и будем неукоснительно соблюдать все принятые решения. Наша задача тех людей, которые не понимают, предприниматели, так и не поняли, как нужно выстраивать отношения с городом и выполнять неукоснительно все части наших договоренностей. О том, что на этом пляже мы договорились с предпринимателями, о том, что они освободят песчаную часть пляжа. Для этого мы, те объекты, на которые получено право собственности 10-20 лет назад, они любезно откажутся от них, а мы им предоставим возможность возместить свою потерю собственности размещением их в другом месте, но не на песке. В результате, что произошло, что мы свою часть договоренности выполнили, объекты так и остались на песке. Нечестно, неправильно, значит, сегодня продолжим это в кабинете, выяснять, какие дальше будут взаимоотношения. Я думаю, что с такими людьми работать мы не будем. И если кто-то думает, что найдут какие-то способы, затяжки, не будет этого. Паспорта пляжей. Я ввожу мораторий на выдачу паспортов пляжей, всей документации. Поэтому я предлагаю уже сегодня людям, которые вернутся сейчас с отдыха, после 15-го, после 17-го января наши службы открыты, двери открыты для того, чтобы встретиться и выслушать наши требования, выполнить их и дальше тогда выстраивать отношения. Не будет сделано, мы оставляем за собой право в правовом плоскости не выдавать никаких разрешительных документов. Я хочу, чтобы наши пляжи стали, за что мы и бьемся, доступными, обустроенными, благоустроенными и чистыми. Те, кто понимает нашу позицию, добро пожаловать. Кто не понимает, двери будут закрыты все абсолютно. И действовать мы будем сообща все службы и подразделения. Как единая команда не получится так, что кто-то согласует, кто-то в это время не согласует и как-то это все пойдет по накатанной, как оно все время шло. Мы с каждым годом ведем диалог, мы с каждым годом как-то пытаемся вразумить, бесшоковые терапии это сделать. Что-то мы, на что-то удалось, не все так плохо, но многие вещи нам не удались. Из-за вот такой непорядочности наших партнеров, предпринимателей, которые просят одно, а заканчивают это совершенно другим. Что касается велодорожки, мы сейчас находимся на эстакаде сделанной. Мы соединили практически всю трассу здоровья. Есть еще участки, на которые нужно обратить внимание. Это участок возле Морской симфонии, куда мы сейчас идем. Это участок возле тех коттеджей на 14-13 станции Верховного фонтана. Внизу, я ему дам нижней терраси. Поэтому мы предложим сейчас варианты, где эту велодорожку сделать безопасной, чтобы она не пересекалась с движением автомобильного транспорта. И участвовать в ее строительстве, в ее воссоздании будут также представители того бизнеса, который получил когда-то эти участки, купил на аукционе, сегодня реализует свои права, получая зачастую документы, не согласовывая с нами в Киеве, повышая высотность. Ну, это отдельный разговор. Но велодорожка, я хочу, чтобы велодорожка к новому сезону соединила полностью. И то, что мы задекларировали и сказали о том, что она будет от парка Шевчатка, даже раньше, от бульвара Живанецка, от художественного музея до 16-й фонтаны будет единая велодорожка, безопасная велодорожка. Мы должны это закончить в этом году. Мы действительно сегодня прошли с мэром по побережью почти 7 километров. Останавливались на каждом безобразии, которое мы увидели. Единый посыл того, что мы увидели, какие нам дал задание мэр, это так, как было раньше, так не будет. Будем делать все возможное, чтобы привести в порядок побережье. Мы потому и пришли 5 января, для того, чтобы было время к сезону, к летнему сезону, к сезону тогда, когда одесситы будут гулять на побережье, чтобы они не увидели того безобразия, что увидели мы. Речь идет о том, что на песке валяются конструкции, огорожены пляжи, много мусора, нет единой велодорожки, особое внимание мэр этому уделил. Позахватывали куски земли непонятно под что. С нами были все руководители департамента, которые занимаются этим. Примем все меры, проведем еще совещание уже за столом, с картами, с документами. Будем приводить побережье Одессы в порядок. Мы только прошли сегодня от 16-й станции до Аркадия, вот выше на Французский бульвар. Я думаю, что в ближайшее время, у нас есть выходные, мы пройдем с Французского бульвара, пойдем до Лонжерона и дальше уже будем смотреть, в том числе и побережье. После Лонжерона мы будем принимать все меры, чтобы исчерпнуть того безобразия, которое было раньше, чтобы его не было.